Сегодня в воскресное евангельское чтение мы слышали о насыщении пяти тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами. Когда Христос удалился в некое пустынное место, которое находилось далеко от всякого селения, и люди следовали за ним. Вот тут уже святые отцы, которые толковали это, в Евангелии говорят, что можно похвалить народ, который следовал за Христом. Мы видим, что даже не думая особо о пропитании, о том, где им заночевать нужно будет, но следовали за Христом, желая услышать его учения. Тоже как пример для каждого. Ну и сам Христос, мы видим, что он заботится о людях, видим, что он обращает внимание на то, что им нечего есть, будет далеко от любого места, где можно было пищу приобрести. И он об этом говорит ученикам. Ученики свидетельствуют, что вот есть у нас только пять хлебов и две рыбы. И для такого множества народа явно недостаточно. И просят Христа, чтобы повели людям пойти в окрестное селение, где-то самим найти себе пропитание. Но вот Христос говорит, нет, вы дайте им есть. И благословляет хлебы и рыбы, и ученики разносят людям. И всем хватает, все насыщаются. Таким образом Господь совершает это чудо, которое, ну как мы из Евангелия знаем, что оно действительно произвело большое такое впечатление на всех людей. Даже потом, евангелисты повествуют, что люди хотели взять и сделать Христа царем. То есть увидят то, что он совершает. Но Христос уклонялся от этого. Но вот само чудо, оно тоже имеет такое и практическое, и символическое значение. Вот практическое это то, что, можно сказать, как говорит святитель Феопан Затворник, что ученики, Христос дает пример того, что нужно быть благотворительными, что нужно нуждающимся стараться давать, невзирая даже на то, что иногда кажется, что у тебя у самого чего-то не хватает. Господь наполняет руку дающего. А есть такое выражение. И действительно, когда есть возможность, то с верой в Господа мы можем благотворить, и при этом, может быть, даже иногда, и несмотря на лица людей, потому что тоже, как говорит святитель Феопан, что Христос знал людей, и, скорее всего, среди этих же людей были, наверное, и достойные, а были, может быть, и не очень достойные, а может были и те, кто потом кричал «распни его», то есть Христос, конечно, о каждом человеке, будучи Господом, он все это знал, но, тем не менее, видим, что он благотворит всем. Благотворит всем, невзирая на лица. То есть тоже такой пример показывает, чтобы нам в какие-то моменты можно, и если мы уже сделали кому-то, решили сделать благодеяние, то после этого уже не нужно думать о том, куда оно пошло, как пошло, там человек правильно использует, неправильно, ну, об этом можно перед подумать, да, тоже нам говорится о том, что с рассуждением мы должны всякое дело совершать. Но вот если уже сделали, если решили, сделали, то дальше уже не заботиться о том, как оно будет, скажем, использовано. Ну и этот отрывок, он имеет и символическое значение, потому что вот это умножение хлебов, оно символизирует, ну, даже, можно сказать, несколько вещей. Это, ну, в первую очередь, это указание на Евхаристию, то есть на таинство причащения плоти и крови Христовой, которые Господь пришел дать людям. Пострадав, Он дает через учеников, дает плоти и кровь Христовы, да, через вот во время богослужения мы причащаемся к святых Христовых тайн, которые Господь постоянно преподает, то есть как бы тоже умножая, постоянно умножая и по свидетельству святых отцов мы знаем, что это таинство будет совершаться до скончания мира, то есть до последних дней будет совершаться литургия. Вот мы должны тоже, зная, что это само таинство, оно является как бы центром вообще нашего, нашей церковной жизни, нашего и богослужения, потому что весь круг богослужения, который мы совершаем, он построен как раз, как некое приготовление, приготовление именно к таинству причащения, которое совершается у нас, центральное богослужение, это литургия. И то есть весь круг, он как некое восхождение человека к тому, чтобы ему, ну, по мере возможности, с пользой причаститься к святых Христовых тайн, то есть соединиться с самим Христом. Вот это умножение хлебов, оно является таким прообразом, да, чтобы ученики, видя это чудо, ученики и люди, народ видя это чудо, потом не удивлялись уже, что Господь может и свою плоть и кровь им преподавать, и преподавать постоянно, то есть не один только раз, а постоянно для очищения и спасения. И мы, конечно, с благоговением должны приступать к этому таинству, не пренебрегать им, потому что сам Господь говорит, что кто не будет есть от плоти моей, пить от крови моей, не войдет в Царство Небесное. То есть нам нельзя пренебрегать тем таинством, которое Господь нам дает, но и при этом с благоговением и с должной подготовкой приступать к этому таинству. Есть святые отцы, которые говорили о том, о необходимости даже частого причащения святых христовых таин. Например, преподобный Симеон Новый Богослов, он свою братью в его монастыре благоставлял, будучи уже игуменом, благоставлял, чтобы они каждую литургию, то есть фактически каждый день причащали святых христовых таин. Но при этом нужно помнить, что он требовал от них, и чтобы они с сокрушением сердца и со слезами каждый раз приступали, то есть чтобы это не стало такое обыденным каким-то действием между делами, между делами, что я занимаюсь делами обычными, побежал, причастился и дальше занимаюсь. Как бы нельзя, чтобы таинство становилось в ряд обычных дел. То есть к нему мы с особым благоговением, с особой подготовкой и подготовкой мы приступаем к этому таинству. Вот в этом нельзя быть ленивыми, в этом нельзя себе, ну даже и попускать, стараться как можно меньше. Бывают случаи, когда не всегда мы можем приступить, иногда благословляют нам так сделать, но при этом главное, чтобы сердце у нас сокрушалось перед Господом, понимая величие того дара, который Господь нам дает. Ну и вот это чудо умножения пяти хлебов, оно также имеет символическое значение и вообще раздаяние даров духовных. Вот тут тоже Христос ставит апостолов в чим раздаятели, то есть они должны были раздать людям хлебы, то есть они должны были быть и свидетелями этого чуда, и как бы соучастниками исполнения, то есть это тоже образ, ну образ в будущем служения и самих апостолов, и в дальнейшем и епископов, и священства, которым полагается как необходимость, как их обязанность преподавать людям духовную пищу. То есть духовная пища, это есть, ну и совершение таинства, которое священство совершает, ну и духовная пища в виде Слова Божия, которое тоже должно преподаваться, ну которая насыщает душу всякого человека. И вот в этом тоже имеется некое символическое значение, что тот, кто трудится на этой ниве, это может даже, ну на ниве преподавания Слова Божия, может трудиться, собственно, всякий человек. И вот мы знаем, что из этого, вернее мы из этого случая видим, что после того, как люди насытились, еще собрали 12 полных коробов, да, то есть остаток от этих пяти хлебов, и тоже толкуют святые отцы, что это не случайно, по числу именно апостолов оказалось число оставшихся коробов, что как бы Господь показывает, что действительно сами ученики, они были близки к Господу, и они как бы при избытке получали то духовное ведение, духовное понимание жизни, законов духовных. И Господь им это давал, Господь дает, вот трудящемуся на этой ниве, Господь дает всякое познание, то есть всякий человек, приступающий ко Господу, он получает эту благодать, получает некое духовное ведение, просвещение, но главное, чтобы мы служили Богу, главное, чтобы мы не сами от себя что-то говорили, проповедовали, чему-то учили, но чтобы учили именно закону Божию, учили учению Божию, учению Христову, но и вели бы людей не к себе, но ко Христу. Вот тоже это такое важное условие, и этим самым можно отличить и настоящего проповедника от лжепроповедника. И мы сейчас в нашей жизни видим, что много у нас людей, которые начинают учить от себя, своему, то есть и которые со временем, бывает, становятся противниками церкви, кто-то, ну, может быть, неявно впадает в какую-то ересь, отклонение, но тем не менее, разные общины, по образу, ну, не ведущие ко Христу, не ведущие к настоящей духовной жизни, они действительно появляются периодически. Церковь их отторгает, ну, можно сказать, что они сами отторгаются от церкви, но тем не менее, нам нужно быть внимательными и аккуратными в нашей духовной жизни, чтобы не попасть под такое влияние, которое бы нас от Бога отвело. Знаю, что именно в церкви Господь оставил все сокровища, все необходимое для жизни, для жизни духовной Господь оставил в церкви. Нам нужно держаться учения церковного, держаться последователей апостолов, которые получили от Бога в свое время дар, и вот этот дар передается до нашего времени. Вот это чудо умножения хлебов тоже для нас как некий символ того, что именно в церкви мы имеем всю полноту для жизни, для нашей жизни. Ну, конечно, говорится в первую очередь о жизни нашей духовной, о том, чтобы мы к Богу приближались, чтобы мы с Богом вместе жили. Поэтому, взирая на то, что Господь совершает, будем и с усердием, и с вниманием проводить свою жизнь, стараться быть всегда участниками жизни церковной, не отходить, не отпадать, потому что без этого действительно душа, она начинает голодать, без пищи духовной, душа начинает как бы умирать, и не имея настоящей пищи, которую дает Господь. Будем усердными и в посещении храма, и приступая к таинствам, ну и познавая, усвояя то учение, которое Господь нам оставил, которое Господь питает наши души, введя их в жизни вечной, в Царство Небесное. Аминь. Всех поздравляю с праздником. Субтитры создавал DimaTorzok